Вангу, ты считал всю жизнь, что пельмени, вареники и равиоли это все одно и то же, максимум, что там разное, это начинка. Признаюсь, я тоже так считала, а по факту вареники и пельмени рядом с равиоли не валялись. Я теперь отчетливо знаю разницу. Здесь у меня равиоли грибные, но начинка может быть разной. Немного лесных грибов, творожный сыр, лук, морковь. У меня грибы не шампиньоны, а из настоящего леса, но я думаю, вполне сойдет и вешенки. Почему не шампиньоны? Потому что вешенки мне больше, кажется, ароматнее. Отвариваю грибы в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком. Если у вас вешенки или шампиньоны, они в отваривании не нуждаются. С мукой, как всегда, сложно. В рецепте было написано 2,5 стакана. В итоге у меня ушло где-то около 3 стаканов на 3 яйца и на 5 желтков. Ого, сколько яиц! Скажете вы, да, я тоже удивилась. Оказывается, в этом-то вся и прелесть. Главное в райоле это пельмени. Подсаливаем муку. А еще важно придать муке особый аромат. Попутно снимаю пенку с грибочков. Я выбрала грибы и творожный сыр. Значит, в данном случае будет уместны прованские травы. Завариваем чайную ложку приправы кипятком. Аккуратнее, смотрите, чтобы у вас вот так вот не получилось. Сильно обожгла себе палец. В дальнейшем все покрылось волдырями. Вспомнила лайфхак из тиктока. Советовали мне подписчики. Помашь, говорят, это место зубной пастой и болеть не будет. И правда не болит. Такие несерьезные ожоги можно помазать зубной пастой. Повторяем процедуру. Чайную ложку прованских трав. На этот раз уже в жестяной кружечке я завариваю кипяточком. Почему я не добавила прованские травы просто в тесто? Потому что так было написано в рецепте. И так я и делаю. Грибы, кстати, уже отварились. Откидываем их на дуршлаг. У вас шампиньоны и вешенки не варились. И ставим обжариваться на достаточно сильный огонь. Надо подождать, чтобы у меня лично вся вода выветрилась. Потом, когда все выпарится, добавляем наши мелко нарезанные лук. Ну, насколько могу, настолько и мельчу. И натертую на терточке морковку. Пассируем это все вместе с грибами. Далее будет наша грибная начинка для чудесных равиоли. Ну и возвращаемся к тесту. Пришлось все заново собирать всю муку. Добавляем где-то 2 столовые ложки растительного масла, 3 полных яйца и 5 желтков. В этом та самая и прелесть. Итальянцы обожают качественное вкусное тесто. Попробовав итальянскую пасту, смело могу сказать, что это далеко не макароны. Это действительно паста. Добавляем наши прованские травы в тесто. Я добавила 5 чайных ложечек. Вообще, в идеале добавлять 3 столовые или даже 2 столовые ложки. Процесс выминания теста очень долгий и кропотливый. Очень много яиц, много муки. Тесто все дубовое. Его нужно определенное количество времени мять, мять, чтобы оно достигло своей кондиции. Я подустала, запихала в пакет, оставила его отдыхать минут на 10. В это время включила мясорубку и стала прокручиваться в будущую начинку грибы с луком и морковью. Когда прокрутила, добавила к ним творожный сыр. Сыр у меня самый обыкновенный, типа альмета, что-то там в районе 90 рублей. Не выпендриваю. Самый обыкновенный творожный сыр. Думаю, моцарелла тоже будет звучать неплохо, хотя я терпеть ненавижу моцареллу. Вот такая вот начинка. Тесто, кстати, когда отдохнуло, стало намного лучше, намного эластичнее и приятнее в руках. Прям вот чувствуется, что вот все как надо. Но оно все равно до сих пор еще тугое и упругое. Отрываю часть, остальное убираю в пакет, потому что сохнет быстро. И начинаю раскатывать долго и упорно наш блинчик, чтобы тесто было тонюсенькое и просвечивало все-все-все из-под него. Не бойтесь катать и не бойтесь его порвать. Фиг его порвешь. Временами пересыпайте мукой, чтобы не липло к инструменту. Вообще, в идеале есть такая специальная машинка, которая крутит тесто, делает его тонюсеньким-тонюсеньким. Я видела у шеф-поваров разных там стран мира, какая-то штука прикольная, выкручивает прям тесто тоньше, чем бумага. И они делают из-за этого тесто, равиоли, все в порядке, ничего не рвется. Долго и упорно я катала, минут, наверное, 10-15. Один тот несчастный. Помните, кстати, сколько оторвало? Вот это вот все из-за этого маленького кусочка. Кстати, нужно приготовить слепку для равиоли. Просто яйцо размешайте, именно эта жидкость и будет нам служить скреплением двух блинчиков между собой. Иначе все будет разваливаться. Этого допустить мы не можем. Тесто обалденное. Посмотрите, просвечивает даже моя рабочая площадка сквозь него, мой коврик. Берем обыкновенный стакан, такого вот примерного диаметра. Большой не надо, не берите, будут не равиоли, будут ландухи. И штампуем себе блинчики под наши чудесные изделия. Кстати, не забывайте, что тесто яичное, белковое, мучное. Оно очень быстро подсыхает. Тот оставшийся кусок у нас в пакете. А это нужно поскорее все утилизировать. Вот этих вот обрезков осталось очень немного. И они такие жесткие. Было достаточно трудно раскатать их в новые блинчики. Блинчиков у вас должно быть четное количество. Половину из них вы смазываете яйцом. И кладете на него свою начинку. Такой небольшой шарик. Сверху закрываете не смазанным блинчиком. Защемляете пальчиками по кругу. Да, оказывается, не надо их там как-то скручивать, как пельмени. Как мы привыкли что-то делать. Бараночки, загогуленки. Нет, просто делается вот так. Равиоль либо круглый, либо квадратный. Можно даже вылепить треугольный. Но никак его не скручивается. Не знаю, с чем это связано. Связано это, наверное, с тем, что сверху подается еще соусом, которым поливаются эти равиоли. А может быть просто, хоть чтоб чем-нибудь отличалось от вареников и от пельменей. Вот такие вот красавчики у меня на ложке получаются. Они даже в руках лежат не так, как обыкновенные пельмени. Пельмени, они все равно тесто тоненькое, такое пресное, постное. А эти прям тугие, достаточно приятные блинчики. Ими удобно оперировать, должна я вам сказать. Налепить равиолог можно очень много. И причем делать это с удовольствием. Кстати, тут в сториз записываю и ржу не могу. Мужчина мне там какой-то написал, что я делаю на кухне. У меня ничего не получается. На кухне мне здесь не место. На что я ему записала видеоответ. Да, говорю, на самом деле мужчины лучшие шеф-повара. Поэтому мужчине место на кухне. Почему ты до сих пор не на кухне, чувак? Не берите во внимание мои грязные шуточки. Это просто шутки. Никого конкретно не хотела обидеть. Ну, кроме того, мужчин. Я просто сегодня злая была. Я и палец обожгла. У меня и скалка еще сломалась. У меня и тесто еще падало. Я еще и переделала, чтобы с кошачьими волосами не есть. Прикиньте. Подсаливаем кипящую воду. И обязательно кидаем кусочек сливочного масла. Так было написано в рецепте. Нельзя кидать сразу все равиоли. Максимум можно положить в большую кастрюлю. До пяти штучек. И потом эту кастрюлю надо еще вот так вот пошевелить. А не просто ложкой помешать, чтобы они не сломались. Вот, собственно, что я и делаю. Брызгаю на всю кухню. Ну, конечно же, я не положу, да, просто пять штук. Я их запихаю все вместе. Ничего страшного не произошло. Видать, это какие-то поварские предрассудки. На мой взгляд, в тарелке они лежат затейливо. Интересно. Не могу сказать, что красиво. Ну, так, пойдет. А вот на вкус, да, на вкус это не пельмени и это не вареники. Это просто пушка. Главное еще вовремя и правильно подобрать ингредиенты. Очень вкусно. Советую, попробуйте, девочки и мальчики. Не отходите от рецепта, а сделайте точно так, как требует это тот, кто рецепт создал. Всем приятного аппетита.